Да, мне супруга сказала, что сын, если он опоздал, допустим, звонок был на урок и опоздал на урок, то полурока он должен петь гимн. И якобы учительница, якобы, я не буду сомневаться в словах своей супруги, учительница города Раменского жалуется жене, что не может моему сыну привить патриотизм. Хотя я не знаю, как у ребенка можно проверить патриотизм, так вот, если кто-то думает, что вот такие лживые лизоблюды и подхолины будут петь гимн, это кто громче гимн поет, это первый предатель Родины. Вот я вам говорю, первые предатели, те, которые больше всего, громче всего поют. Самые грешные люди, те, которые демонстративно, с большим размахом крестятся в церковь, это самые грешные, нахалые и самые наглые люди. И те, которые кричат с трибун Государственной Думы о законе, как можно соблюдать закон, больше всех его нарушают. Так что если человек не поет гимн, это не значит, что он не патриот. Это больная фантазия некоторых учителей. Это из разряда тех учителей, которые подкидывают бюллетени, если мы помним, когда обычно кто подкидывает бюллетени в тело и сброс, это учителя, это в первую очередь учителя, потому что ловят учителей. Мы ни одного уголовного дела не слышали про это, чтобы возбудили какого-то учителя. По факту применения физической силы ВВС Люберецкой, естественно, я не получил никаких ответов и не получу, пока не подам в суд по 125 статье, не буду обжаловать. То есть я уверен, что Люберецкий суд и следственные комитеты уже, как говорят, спелись вместе. Понимаете, я пишу заявление о преступлении и могу получить ответ только потому, что обжалую, допустим, по 125 в суд, что я не получаю ответ, что я не согласен с их бездействием. И тогда мне суд предоставит ответ. Скажут, а вот, есть, они же вас предоставили. Они в суд предоставят якобы справку, что мне отправляли этот ответ. Хотя есть входящая и исходящая документация, и можно проверить. В СИЗО поступало из Следственного комитета какой-то ответ на мое имя для вручения мне. Естественно, эта практика практикуется уже не первый год. Мы с Кателевским сидим в третьем СИЗО, а ответы наши отправляются в шестое СИЗО. Мы приезжаем в шестое СИЗО, наши ответы отправляются в СИЗО в шесть города Москвы. Вот такие ответы. Я пишу заявление на имя Бастрыкина, даю в Люберецкой УВД, а мое заявление на имя Бастрыкина отправляют в Следственный комитет по Люберцам. И руководитель Следственного комитета за Бастрыкина принимает решение, отвечает мне, отказывает мне возбуждение уголовного дела в отношении своего руководителя вышестоящего, что он в принципе даже не может рассматривать это заявление. И говорит мне, но он не рассмотрел это заявление как заявление о преступлении, а рассмотрел как обращение. В итоге получается, что при разбирательстве в дальнейшем, если что-то в России произойдет, произойдет чудо и наступит момент законности, то в итоге-то судья виновата будет, понимаете. И я буду винить только суд из-за того, что я только судей винил. Я не только тех следователей, которые фальсифицировали, а суд, который принимает эти дела, который продлевает эти стражи. Вот мы видим с вами, что здесь фальсифицировалось. Они говорят об этом, что фальсифицируются, но судья сидит и все продлевает, продлевает. Почему-то в Российской Федерации граждане думают, знаете, мы пока на печке сидим, нас это не касается, но мы от этого далеко. Нет, от этого совсем недалеко. Мы в эпицентре этого всего. К любому из вас придут. Ну и вот когда были на свободу, мы приходили в суды к людям, помогали. Потому что был беспредел, и мы видели, что дела фальсифицируются. Как могли, помогали, публиковали все это. Вот дошло и до нас. Если вы думаете, что вас это не коснется, коснется, еще так коснется, это уже коснулось вас. Мы уже не можем донести до вас правду, это уже вас коснулось, хотя бы в этой части. Служебные расследования проводились активно по Московской области. Естественно, как Филимонов говорит в защиту МВД, что мы подрывали авторитет МВД. То есть показывая, как сотрудники полиции берут взятки, как сотрудники полиции спят на рабочем месте, как избивают людей, то я подрываю авторитет. Видите, как Филимонов говорит, не надо было об этом показывать. То есть журналисты, во принципе, вообще такие граждане, которые не должны быть. Должны быть пропагандоны, которые вот на федеральных каналах сейчас выступают, которые говорят неправду. А журналисты, которые говорят правду, они сейчас мне нужны люди. Вот мы слышали, да, что да, ты выявил, но не надо об этом, надо это публиковать. А как мне с этим бороться, как мне показать, если я пишу заявление, и это заявление кидается на полку или кидается в урну, и никаких мер не предпринимается. Как сотрудники ОСБ проводят какие-то рейды, либо выемки, поимки вот этих взяточников по Егорьевскому шоссе во 14 батальоне. Вот сколько сотрудников полиции они поймали на взятки за последние годы. Почему я и Котелевский в один день выехали на работу по заданию редакции и поймали росгвардейцев двоих со взяткой, взяткой с продажей металла в рабочее время. И сотрудника полиции, то, что он взял вот Лепешкин, взял взятку. И что в итоге Лепешкину сделали? Да ничего, абсолютно ничего не сделали. Потому что я подозреваю, что Лепешкин вовремя уделял процент. А я посмотрел протокол, говорит, всех допросили по этому делу. А Лепешкина нельзя допросить, потому что Лепешкин в тот же день написал рапорт об увольнении. Его допросить поэтому нельзя. Я подрываю доверие к МВД, либо тот, который берет взятку. Почему вы тогда не выявляете? Значит, тогда те подозрения, что ОСБ приезжает и берет по 100 тысяч долларов из каждого управления, они все-таки имеют место быть. Почему вы не ловите взятошников? Почему все фильмы, все анекдоты про гаишников, которые берут все время взятки? Почему вы это даете, возможность им брать взятки? Чтобы посадить гаишника, любого. Дайте мне неделю, дайте мне... Вот я выйду на салат, покажите мне гаишника, и он сядет через неделю. Если будет полномочия, если кто-то захочет это делать. Поймать гаишника на взятки, мне кажется, что проще простого. А в судебном заседании, как всегда, Филимонов, обвиняемый по делу, рассказал все как есть, то есть как на него давили, все честно рассказал. В принципе, очень даже, похоже, честно, готов даже ответить на полиграфию за свои слова. Всем стало понятно, что уголовное дело сфальсифицировано. Кто сфальсифицировал, кто рисовал. Ну, мы почему-то до сих пор за решеткой. В принципе, сейчас суд удалился для вынесения решения о нашем содержании по страже или нет. Собственно, ну, я думаю, решение очевидно. Потому что судья в процессе сказал, ну, их же в понедельник там не скоро доставят. То есть судья уже заранее знал. Я очень надеюсь, что это не так. Очень хотел бы ошибаться, но вряд ли. Дело высосано из пальца. Обвинение все знает. Обвинение просто отрабатывает телефонное правосудие. Как вот позвонили, как сказали, вы поняли, и все. А Зайцев тот, можно сказать, ерунг такой козел отпущения. Из него делает. Кинули ему какое-то дело. Очень, очень нехорошее дело. Реально нехорошее дело, на котором могут пострадать очень многие люди, особенно фальсифицировавшись. И, в принципе, мы этого понимаем уже, кто именно пострадает. Ну, да, куча Зайцев еще принял на себя такую груз ответственности. Он прекрасно, я думаю, понимает, что в один прекрасный момент даже без смены режима какого-то, либо власти, просто станет неугодным каким-то персонажем. И это дело снимут с полки и скажут, вот, человек, на тебя есть кейс. Теперь-ка пойдем-ка в тюрьму. Либо ты нам денег должен, либо ты выполняешь еще более плохие дела. Собственно, все, человек на крючке. Ничего хорошего ожидать не стоит. Поэтому, то есть, полный фарс. То есть, в суду уже известно, что мера посещения будет продлена. И я говорил, что от суда этого не зависит. Эти пешки двигают люди в погонах, которые сами реально решают судьбы людей. Находясь в СИЗО, я такого наслышался. И как это решается, за сколько это решается, какие судьи как решают и почем решают. Это кошмар большой. Это кошмар Российской Федерации. Это проблема Российской Федерации. От всех показаний, получается, практически от всех показаний отказался, потому что они были даны под давлением для того, чтобы ужесточить наказание, чтобы была статья более особо тяжкая. подтвердил свидетель, который был со стороны обвинения, что деньги реально не вымогались, что его заставляли об этом уговорить оперативники УСБ. Это те же оперативники, которые... Есть ролик на канале Ютуб, где они приходили в магазин Перекрёсток и уговаривали директора магазина, чтобы он писал в отношении меня, что я якобы вымогал деньги. Это те же сотрудники УСБ, которые и подбросили патрон, как сказал следователь. То есть, основной свидетель, их свидетель, который раньше утверждал о том, что якобы деньги вымогались, якобы деньги передавались, не только вымогались, еще и передались, еще и в полном объеме передались. Сейчас он говорит о том, что деньги передавались только 500 тысяч рублей, что тоже не является действительностью. Как будто хотят, чтобы в этом государстве остались такие вот, как Филимонов, который всего боится, как он говорит, я того боюсь, я того боюсь, но суд хороший, я их боюсь. Они меня заставляли фальсифицировать, эти УСБшники, но они выполняли свою работу, они молодцы. Следственный комитет, да, заставляли, но они не виноваты. Да, они фальсифицировали, но они не виноваты. И суд у нас самый хороший, а президент лучше всех. А Саша с Яном, оказывается, никого не боятся, они тоже хорошие, они никого не боятся. Сегодня даже это я услышал, комплимент, что мы никого не боимся.